Монтерей Привет всем! С началом недели! У нас готов прогноз погоды для Монтерея. Максимальная температура будет около 95 градусов, а минимальная... Монтерей является крупным промышленным городом в Мексике, самым важным. Он выделяется наличием компаний мирового класса, и одна из этих выдающихся компаний — Фриса. Фриса всегда была одним из великих примеров для наследования в своей области деятельности. За 40 лет она превратилась в одну из самых больших компаний в Мексике. Это молодая компания, которая растет гораздо быстрее, чем многие другие. Фриса делает все наоборот — уделяет внимание сначала людям, а потом цифрам. Они добились впечатляющего роста, и с их успехом не поспоришь. Родольф Ривера Для меня самое главное — делать то, что любишь. Моя мечта — полноценно реализовать себя в профессиональной деятельности. А в личной жизни я собираюсь скоро жениться и создать прекрасную семью. По дороге на работу мне нравится обращать внимание на городские виды и отпускать свое воображение. Меня зовут Аурелио Кастанеда. Я отец троих детей. Самое главное в моей жизни — это моя семья. Я чувствую, что они являются результатом всех моих усилий как отца. Я хочу видеть их здоровыми и счастливыми. Это приносит мне огромное удовольствие. Если вы спросите меня, почему я работаю во Фриса, то большей частью из-за того, как здесь работают. Я работаю не только за деньги. Мне действительно нравится то, что я делаю, потому что атмосфера на работе такая расслабляющая. Она позволяет работать легко. Здесь мы сначала, безусловно, доверяем людям. Я думаю, что это создает атмосферу, в которой люди чувствуют, что им доверяют. И тогда они фактически ведут себя таким образом, чтобы заслужить это доверие. Я всегда думал, что люди являются наиболее важным активом для нашей компании и для любой другой компании. Я всегда старался, чтобы люди, которые работают в компании, чувствовали, что Фриса — это их компания. Таким образом, мы разделяем риски, мы делимся прибылью, а иногда мы вместе переживаем плохие времена. ЧАЕС АТОР ЗАМА В Африсе мы работаем вместе и делаем кованые заготовки под заказ. Весом от 50 до 50 тысяч фунтов. Для различных отраслей, от аэрокосмической, горнодобывающей, нефтяной и газовой до производства электроэнергии. Вы можете увидеть наши кольца внутри турбин на электростанциях, вы можете увидеть их в самолетных двигателях, подшипники, в больших ветровых башнях. Это детали, которых вы не видите и не знаете, что они есть, но это всегда критически важные детали в каждой единице тяжелого оборудования в мире. Я основал Африса, когда мне было 22 года, с тремя рабочими. Я хотел создать мексиканскую компанию для поставок в Мексике с годами и в связи с мексиканской ситуацией в 80-х годах. Когда фондовый рынок Мехико потерял больше стоимости, чем любой другой рынок в мире, когда сегодня вечером по отношению к доллару песо стоит только половину своей вчерашней стоимости, и в то время у нас не было денег, в то время у нас не было опыта. Мексика была мертвым рынком для кованых заготовок. И я понял, что если я хотел продолжать расти, мне нужно изменить что-то. Мы экспортировали 75-80% наших продаж, и требования были очень высокими с точки зрения технических требований, а не производительности. Я начал чувствовать, что моего опыта и моих знаний было недостаточно. Эдуардо-старший строил новую производственную площадку. Было много долгов, было много проблем. Я понял, что мне нужна помощь. Кто-то порекомендовал Аурелио, и вот тогда я узнал о методологии Адизеса. Он работал с доктором Ицхаком Адизесом и приехал в Монтере. Он дал мне книгу. Книгу о жизненных циклах. И когда я прочитал ее, она мне понравилась. Методология Адизеса вводит понятие «командная работа», «общая цель», «согласование». Я думал, что это идеально подходит для меня, поэтому я нанял Аурелио. Аурелио Флорес принес другой способ работы. Это была трехдневная диагностика. Были люди из всех уровней компании. Вовлечение людей из всех подразделений организации в Синдак, очевидно, вынесет некоторые проблемы на поверхность. Аурелио был модератором. Он заставил нас осознать, чем мы жили и что причиняло нам боль. И он начал группировать их. Он сказал, эта проблема такая же, как эта и эта. Они все это одна проблема. В конце трех дней диагностики вывод был такой. Фриса выглядит, как самолет, который летит в этом направлении. И в конце концов потерпит крушение. Я покинул эту комнату с ощущением, что был готов начать дикую скачку. И мне понравилось это. Важно знать, чего вам не хватает. Важно знать, что есть возможности, есть способ, как вы можете преодолеть все эти препятствия. Окей, у нас есть проблемы, мы идентифицировали их, мы работаем над ними. Но куда мы хотим идти теперь? В организациях, которые внедряют методологией Адизеса, происходит сдвиг парадигмы в том, как они осуществляют управление организацией. В методологии, в культуре мы сначала определяем, что мы делаем, и тогда реструктурируем. Когда мы работаем с этим, меняется вся организационная структура. Иногда это не привлечение большего количества людей, а перераспределение. И там были некоторые люди, которые не верили в методологию. Это было странно, это было фатально. Мы думали, что этот человек не понимал, что он говорит. Он мог все усложнить, бюрократизировать. Таким образом, нужно было мужество, когда вы должны отодвинуть людей, которые не верят, кто не хочет этого делать. И в то же время, мужество пришло от Эдуарда Старшего. У меня были идеи, но было тяжело воплотить их в жизнь. Вот почему, когда я узнал о методологии Адизеса, я узнал, как это сделать лучше. Через процессы, а не только через ощущения. Таким образом, методология дала мне методику, чтобы это сделать, чтобы это реализовать. Изменения начали приносить Фриса лучшие результаты с точки зрения качества, с точки зрения своевременной доставки. С этой методологией мы впервые разработали стандартный подход к решению проблем. Это требовало много координации, много общения друг с другом. И я думаю, это было начало движения по всеобщему вовлечению, которое принес Аурелио с методологией Адизеса. Мы учим организацию, как сделать возможным поток информации снизу вверх, чтобы лидеры могли принимать лучшее решение, основанное на реальной информации о том, что происходит. И потому что все делается совместно, осуществление изменений упрощается. Главное то, что вы получаете вовлечение всех, и вы разрабатываете решения вместе. Если вы привлекаете больше людей в разработку решения, больше людей будет на вашей стороне. Кажется, что решения принимаются очень медленно, но когда решение говорит само за себя, потом оно очень легко внедряется. Как только мы пришли к решению, начинается внедрение, и больше нет дискуссий. Потому что все понимают, почему мы внедряем эти решения, почему это должно быть сделано. Это происходит очень быстро, потому что люди, убежденные в том, что делают, зачем, таким образом это очень естественно. Люди, когда они чувствуют, что имеют право голоса, они вовлекаются, и когда они вовлечены, они начинают искать решения, предлагать идеи, и действительно становятся приверженными компании, а они просто приходят, работают, получают деньги и идут домой. В компании более 1700 людей. Мы продаем в 30 странах. Вы можете действительно увидеть их успехи в их людях. Я хочу объяснить вам, как моя жена объясняет мне, что такое работать во Фриса. Каждое утро вы просыпаетесь, как ребенок, который идет в детский сад. Вы всегда счастливы. Вы всегда будете носить футболки Фриса. Кстати, она запретила мне покупать больше одежды Фриса. У меня ее уже достаточно. Фриса — это компания, которая растет на 30% каждый год. Люди работают только в те часы, когда они должны работать. Они не работают больше, чем нужно. Чем лучше компания заботится о работнике, тем лучше работник будет заботиться о компании. Вы можете видеть это от раздевалки и рабочего места до вознаграждения и возможностей карьерного роста. Я думаю, что очень важно для людей знать, как дела у компании. Таким образом, даже при том, что Фриса является частной компанией, мы делимся нашими результатами со 100% людей. Однажды они организовали спонтанный праздник, потому что мы сделали оборот в 500 тысяч долларов в месяц. Теперь мы делаем это за один час. Фриса быстро растет. Когда вы быстро растете, у вас много проблем. В 2008 году, после кризиса, мой отец меня жестко раскритиковал. Все было плохо, показатели были плохими. Он возглавлял Фриса «Эйроспейс». И у нас ничего не получалось. Он начал говорить мне, «Слушай, я думаю, что все можно сделать лучше» и так далее. Я спросил его, «Отец, я уверен, что с твоим опытом ты, вероятно, чувствовал в прошлом то, что я чувствую теперь. Скажи мне, что ты сделал?» Так что я сказал ему, «Эдуардо, я помню, как 20 лет назад, когда у меня были похожие проблемы, я пригласил Аурелио, и он мне очень помог». Таким образом, после этого разговора мы начали думать, «Может быть, это хорошее время, чтобы вернуться к Адизесу». И как-то связались с Сунилом. Сунил приехал. Мы обнаружили, что общаемся на одном языке, поскольку мы работаем с методологией Адизеса с 91 года или раньше. Первая встреча была немного трепетной, а затем все будет в порядке. «Давайте повеселимся». И мы сделали синдак. Сунил говорил, «Вы знаете, что должны пригласить людей, которые будут говорить «нет». Синдак — это как семейная дискуссия. Каждый человек имеет разное мнение, и все они взаимодействуют. Что я собираюсь сказать? Есть много боссов. Я думаю, что мы закончили день. Мы расположили все проблемы на стенах, и я не знаю больше 500 проблем. Таким образом, если вы сталкиваетесь со всеми этими проблемами, эта компания обанкротится. У вас есть это, и это, и это. А в конце вечера я действительно чувствовал, что все эти проблемы были моими. Первая ночь была кошмаром. Такое чувство, что у вас смертельная болезнь. Я думаю, это был первый раз, когда я действительно чувствовал методологию. Первый день действительно тяжелый день, потому что вы очищаете эту вещь, и вы думаете, что все эти проблемы — это ваша ответственность, ваша вина или еще что-нибудь. Как это может случиться со мной? Мой отец сказал мне, первый день будет тяжелым, ты не будешь спокойно спать, но не беспокойся об этом, второй день будет лучше. Причина, как говорят у нас в Адизосе, не в проблемах. Проблемы будут всегда, это часть жизни. Ты настолько большой, насколько большие проблемы, которые ты можешь решить. У маленьких людей маленькие проблемы, у больших людей большие. Таким образом, 534 проблемы не пугают их, потому что все хорошо, бросьте мне вызов. И тогда на следующий день все начинается. Вы фокусируетесь на том, что важно. И вы начинаете понимать, что в тот момент, когда вы чувствуете, что проблемы распределены, выкладывая их на стол, вы не персонализируете проблемы. Впервые все здесь, каждый видит их. И мы все собираемся взять эту неизлечимую болезнь и постараться ее решить шаг за шагом по частям. И это методология. И это невероятно, что это оно все меняет. Тогда вы возвращаетесь к работе на следующей неделе, и кажется, что каждый несет часть груза. Но то, что произошло дальше, было более важным, потому что в Синдак была некоторая путаница, кто на самом деле управлял шоу. Был ли это отец или сын? Лало управлял аэрокосмическим подразделением, но в целом ряде решений на него влияла точка зрения Эдуарда Старшего. Было нелегко в самом начале убедить Эдуарда использовать методологию Адизеса. Для него, я думаю, это был очень важный способ развить мои способности. И на меня произвело впечатление то, что с первого же раза это ему понравилось. Как и мне. Мой отец невероятный предприниматель. Многие люди думают, что это из-за его видения того, что должно произойти. Я думаю, что это так, но это не обязательно так в принятии решений во Фриса. Никто лучше него не знает и не жил с ценностями и культурой, в которой я верю. И теперь пришло время делать следующие шаги моему сыну. Так что теперь его очередь. Теперь его видение. Мы находимся в начале интересных времен, большого роста. Вероятно, нам придется выйти на глобальный уровень. Мы собираемся узнать, как привлекать людей из разных культур. Таким образом, проблема в том, как мы на самом деле вырастаем в этом цикле, не теряя сути того, чем является Фриса и того, что мы можем сделать. Я думаю, что Фриса является уникальной, поскольку они понимают связь между ценностями и производительностью. И почему это так важно. Того, как методология Адизеса помогает нам расти, это слово доктора Адизеса, которое мне очень нравится, демократура. Что означает, что вы в состоянии организовать демократическое принятие решения, а затем диктаторское внедрение. Я думаю, что это то, что позволяет нам найти возможности для роста. Обычно, если у вас слишком много гибкости, вы теряете контроль. Если у вас слишком много контроля, вы теряете гибкость, которая необходима для инноваций и предпринимательства. Таким образом, вопрос в том, что делать. Как сделать, чтобы обе эти вещи сосуществовали? Потому что одна подрывает другую. Как вы сбалансируете исполнение и административную часть с предпринимательской, творческой и интегративной частями компании? Мы решили эту проблему путем создания параллельных структур. Иерархия сверху вниз, типичное управление, контроль для внедрения. Диктатура. И структура снизу вверх, где есть открытость, обсуждение, гибкость, демократия. И теперь нам нужно найти и определить решение этой проблемы. Во Фрисо у нас есть официальный путь или канал, чтобы люди, которые находятся в цеху возле машин, могли сообщить свои замечания вышестоящему руководству, вплоть до исполнительного комитета. Это делается через ПОК. В ПОК, что означает участвующий организационный комитет, происходит обсуждение того, что делать и как делать, независимо от организационной иерархии. Вместе с синертимами они работают вместе, синергически, чтобы решать проблемы всякий раз, когда у них есть проблемы, в которые они не обладают полномочиями для решения. Они проходят через ПОК и вплоть до исполнительного комитета, делая это в структуре ПОК, каскадируя вниз, позволяя децентрализовать организацию без потери контроля или делегировать без потери контроля. Эти ребята вроде как послы, они приходят сюда на эти встречи поговорить о своих проблемах, прислушаться к проблемам их боссов. Это очень отличается от того, чтобы получать указания и делать что-то и, возможно, не получать от этого удовольствие. Чтобы участвовать в форумах, таких как ПОК или СИНЕРТИМС, кто-то должен проверить, готовы ли инструменты, чтобы они могли работать. Это заставляет вас чувствовать себя комфортно, вы растопили лед, и вы делитесь тем, что вы знаете с остальными, и таким образом генеральный директор и исполнительный комитет могут использовать знания, которые имеют эти парни из цеха. И я думаю, что во Фрисе чем больше мы растем, тем больше вовлечения людей в получение идеи о том, чтобы люди говорили нам о проблемах, которые они видят. Но как только решение разработано и принято, обсуждения прекращаются. Мы переходим ко внедрению. Каждый поддерживает решение, и мы его делаем. Я думаю, что это демократура. Если мы сможем так жить, я думаю, что рост придет. Алекс превратился в ураган поздно вечером во вторник. В конце июня 2010 года ураган Алекс обрушился на северную часть Мексики. Тяжелые дожди вызвали наводнение, пострадали более 500 тысяч человек. Случилось так, что завод был затоплен. У нас есть оборудование, у которого есть шахты 2 метра по землю. Когда я приехал, завод был покрыт полуметровым слоем грязи. Много грязи, много мусора. Это была катастрофа. Мы не знали, что должно было случиться. Просто глядя на завод, я подумал, сможем ли мы когда-нибудь вернуться на работу снова. Мы просто оказались не на той стороне реки, и река вышла из берегов. Я помню, как ходил... оглядываясь назад. Я думаю, что это было похоже на то, как семья ремонтирует дом. Я видел коллег, у которых уже были лопаты, ведра. Все люди, которые работали здесь, даже привезли с собой свои семьи для оказания помощи в очистке. Не было начальников, ни ассистентов. мы все были равны. Абсолютно никакой иерархии, абсолютно никаких полномочий. Все были командой. Каждый работал, чтобы спасти компанию. Мы много работали, вместо двух месяцев нам потребовалось три недели. Я думаю, если бы у нас не было такой культуры в компании, это заняло бы намного больше. Я думаю, может быть, это было бы проблемой для руководства. А так было ясно, что это была проблема для всех. Методология создает своего рода систему убеждений, культуру взаимного доверия и уважения. В конце дня одной из основных всеобъемлющих ценностей есть ценность взаимного доверия и уважения. И почему взаимного доверия и уважения? Какова цель взаимного доверия и уважения? Взаимное уважение означает, мы признаем право друг друга думать по-другому. Это нормально для нас видеть, как рабочий спорит со своим боссом, не задумываясь. Я говорю со властью, это просто нормально для нас. Взаимное доверие существует, когда есть общие интересы, по крайней мере, в долгосрочной перспективе. Я доверяю людям, которые принимают мои интересы близко к своему сердцу, и они мне доверяют, потому что я принимаю их интересы близко к своему сердцу. Мы можем не соглашаться и учиться друг у друга из-за разногласий, что есть взаимное уважение, но есть одно соглашение, которое является общим. И это, что у нас есть общие интересы, которые мы разделяем, хотя это звучит как религиозный догмат, мат. Это очень практичная вещь, потому что это поможет вам понять, как играть в игру правильно. Поместите людей в нужных местах и научите, как хорошо передавать мяч. Поэтому, когда они попадут в новую игру или на новую позицию, они будут в состоянии сделать это с гораздо большей скоростью, потому что они не говорят, годится, мне нужно сейчас идти на новое место. Давайте просто сделаем это. Я занимал четыре или пять различных должностей. Я начал в качестве ассистента, я перешел в коммерческую группу, я начинал как менеджер по обеспечению качества, я в настоящее время работаю в техническом отделе, я в настоящее время бизнес-менеджер. И разные позиции, это разные решения и разные люди, и вы это не выбирали, но вы знаете, что это нужно для роста компании. Культура взаимного доверия и уважения означает, что организация является гибкой, приспособленной к переменам и работники не прочь изменить должность. Что мне нравится во Фриса, это то, что она всегда меняется, всегда разная. Мы привыкли жить с изменениями. И поскольку она гибкая и изменяющаяся и контролируемая, организация является более успешной в конкуренции, более успешной в стабильном росте. Это группа, которая может заново изобрести себя очень быстро. И это создает такую среду изменений, которая является невероятной. Я думаю, в конце концов, что не только компания растет, но мы все растем. Ты хороший мальчик сегодня? Да. Ты сделал домашнее задание? Да. Все? Да. Ты получил хорошие оценки? Я получил десять. Реальная причина для создания компании это создание социальной системы. Чтобы увидеть когда-нибудь моих детей профессионалами, это моя мечта. товарищество, окружение это та свобода, которая есть во Фрисах. И эти вещи заставляют вас чувствовать себя растущим профессионально. Фриса представляет собой идеальное сочетание искусства и науки. наука это методология и искусство. Это способность слушать и способность поставить людей впереди организации. Методология о том, что нужно работать над наиболее важными вещами, над которыми организация может работать и это люди, то, как они объединены. Это систематическая методология, которая создает власть вашей культуры и делает ее вашим истинным конкурентным преимуществом. Потому что сегодня они делают кованые кольца, завтра они не делают кованые кольца, они будут находиться в стальном бизнесе, так что это не о том, что вы делаете, это о том, кто вы есть. Во Фриса у нас есть то, что мы называем продукт с ангелом. Фриса продает то, к чему они не могут прикоснуться. Это что-то, что они не знают, что это такое, но им это нравится. Они говорят что-то там про атмосферу. Люди улыбаются. Существует не так много иерархии. Людям, я думаю, естественно, это нравится. Это сочетание вещей. Вы не знаете, почему так, но вы это чувствуете. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают.